Салют, братень. Ты на канале НЕКРАТЕ. Рад тебя приветствовать. Я спешу напомнить бокс НЕКРАТЕ. Тут думать надо. Есть о чем подумать. Короче, на повестке дня Бивл Рамирес. Что там еще? Рахимов бился. Ербасен Улы бился. И чемпионат Азии в разгаре. Это все понятно. Поединки я выкладываю. Что еще интересного? А, интересно то, что Бахадир Джаалова встретился с Энтони Джошуа. Из одной промоутерской кампании. Да, и олимпийский чемпион Токио из Узбекистана. Все здесь. Вот они здесь. Кто знает, возможно встретиться друг с другом в будущем. Это был бы интересный бой. У нас есть возможность посмотреть. И все это попало на камеру. И ребята пообщались. И неспроста, как мне кажется, это все произошло. Но обо всем по порядку. Сперва на перво не забудь подписаться. Королевский лайк. Есть у меня телеграм-канал, где много чего интересного выходит. А будет еще значительно более интересно, горячо и жарко. Так что не пропусти телеграм-канал НЕКРАТЕ. Ссылочка в описании. Собственно, о чудно дивный мир. Бивол, Рамирос. От Рамироса я ждал значительно большего. От Бивола я ждал тоже большего. Вот что я тебе скажу. Неожиданно, а вот так вот, брат. Не оправдали ожидания. За игру. За игру. За ожидания чьи были ваши или нет? С 100 миллионов россиян. Если бы не оправдали ваши ожидания, то часто это ваша проблема. Мы можем петь дифирамбы Биволу с утра до вечера. Это ничего не поменяет. Это топовый боец, топ файтер, который вычистит дивизион. Единственный, кто остался серьезный из оппонентов, это Артур Беттерби. Все. Больше там никого нету. Все. Рамирос самый страшный, большой и бесполезный оказался абсолютно неинтересный. Интрига в чем была? Хватит ли мощи? Забьет ли? Хватит мощи прессинга Рамиросу? Нифига не хватило. В одну калитку Биволу разбил, 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 два бил, три бил. Короче, уничтожил Рамироса. И после первого раунда уже все было понятно, что односторонняя игра идет. Да, Рамирос дотягивается, да, джебом попадает, но не более того. Чтобы вот эти комбинации мощно зашли в Бивола, да не было такого. Все по защите. И Бивол филигранно разрывал дистанцию, выходил из боевой. Как заходил, так выходил на своей дистанции, удобной для себя. Мощи хватило. Ну, не было такого преимущества в мощи у Рамироса. А это единственный был вопрос, хватит ему или не хватит. Потому что в скорости, ну и до боя было понятно, что Бивол выигрывает в скорости. И в ручной скорости, и в скорости передвижения, в маневрах, ну, Бивол значительно интереснее. Это до боя было понятно. Знаешь, что мне не совсем понравилось? Не совсем мне понравилась история следующая. Да, чистая победа, сейчас восторги, дифирамбы, Бивол побил Канело, особое внимание, стильно, модно, современно, супер. Но профессиональный бокс немножечко о другом. Профессиональный бокс требует крови. Профессиональный бокс требует шоу. И сколь долго можно будет кайфовать от движений Бивола. Это полутяжелый вес, брат. Здесь ждут нокаута. Здесь ждут нокаута. Либо оставь в дураках, либо нокаутируй, деморализуй, сделай шоу. Вот что хочется. Не умаляю достоинств Бивола. Великолепный, лучший, топовый. Но дивизион зачищен. Остался один поединок с Бетербиевым. А дальше что? Вот он вопрос. Как будут смотреть? Как это будет приветствоваться? Как это будет продаваться? Как это будет монетизироваться? Насколько это долго будет интересно? Потому что если изменений не будет, будет обыгрывать по очкам, накидывать все по классике. Может же прибавить? Может. Вопрос, почему не прибавляет? Вот бой с Рамиресом, знаешь, на 99% такой контрольный. Вот прям просто под контролем, под рисунком Бивола все это проходит. Можно добавить, но не добавлять. Вот он вопрос. Когда мы увидим весь потенциал? Кому видим весь арсенал? Когда мы увидим Бивола, который просто рвет и мечет? Вот что хочется увидеть. Поэтому Рамирес, в принципе, ничего не показал. Знаешь, это крюки, да, хорошо. Ну, даже апперкотов каких-то интересных там не было. Ну, я не знаю, очень однообразно. Однообразно и скучно, уныло, потому что интриги не было. Вот такая вот история. Первый, второй раунд уже, в принципе, все на места поставил. И Рамирес не атакует, не прессингует, не агрессивничает. Да и Бивол ведет свою игру. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Мне кажется, вот это, Баста там что-то спел в начале. И Бивол как бы вот в своем стиле все спокойно сделал. Хотелось бы чуть большего от Димы увидеть. Ну, сугубо мое личное мнение. Обязательно пиши свое мнение в комментарии. По поводу Шавката Рахимова. Бой в андеркарте у Бивола был за титул IBF. Таджикистан. Хочу вас брать поздравить. У вас появился новый чемпион IBF. Шавкат Рахимов. Все круто. Все круто, конечно, но это скорее победа не благодаря, а вопреки. Потому как был бит практически весь старт поединка. Рахимов пропускал. Очень медленный. Как-то заваливался. С сильной рукой тянулся за ударом. Ну, короче, я не был восхищен и был скорее обескуражен тем, что происходило в ринге. Окей. Повезло. Повезло. Попал. Ну, как попал, короче, почувствовал и разбил оппонента. Не уверен, что это надолго. Не уверен, что с таким боксом, что с такой манерой, что с такой техникой вот это заваливаться за ударом, как бы это все надолго. Но, тем не менее, не умаляя достоинств, чемпион есть чемпион. Поздравен. А касательно... А что там касательно? Там особо больше ничего интересного не было. Единственный момент, который в памяти остался, это встреча на поединке Бивола Рамиреса Бахадира Джалолова и Энтони Джошуа. Вот это уже интересно. Бахадира Джалолова и Энтони Джошуа Однозначно этих парней мы рано или поздно увидим в ринге. Одна промоутерская компания, вместе два олимпийских чемпиона стали, интрига уже какая-то рисуется. Это уже начинается процесс подготовки поединка. Не знаю, когда он случится, но он обязательно случится. Сугубо мое личное мнение. Энтони Джошуа так высокомерно рассказывает, что это хороший боец. Интересно послушать будет его слова после того, как он проведет поединок с Бахадиром. Потому что, брат, я лично думаю, что у Энтони шансов немного. Реально очень немного. И фаворит в этом поединке будет Бахадир Джалолов. Сугубо мое личное мнение. Ты обязательно напиши в комментарии свое. Когда будет дата боя, когда будет непосредственно все это анонсировано, мы обязательно это все проговорим. Обязательно. Сильные, слабые стороны. Но помяни мое слово. Если бой случится, фаворитом в этом поединке будет Бахадир Джалолов. Вот такая вот история. Если любишь бокс, не забудь подписаться на канал. Телеграм-канал не карате. Там вообще куча всего интересного. Даже рассказывать не буду. Ссылочка в описании. Чемпионат Азии продолжается. Так что, брат, погнали смотреть. Ну а за сим адьюс. А то надоесть боюсь. До новых встреч. Пока.